Приветствую вас на своем канале! В сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такую замечательную жилеточку. В данной жилеточке я использовала два типа пряжи. Это шерстяная пряжа и хлопковая, для того, чтобы жилетка была теплая, но не паркая. Так как я использовала два типа пряжи, то и цвета я взяла также два. Это серый и бирюзовый. Комбинируя их, получился вот такой вот интересный гармоничный цвет. Также я использовала три узора в данной жилеточке. Это резиночка 1х1, двойная жемчужная вязка и центральный узор ромбики. В видео я вам расскажу, как, исходя из своей плотности вязания, рассчитать абсолютно на любой размер данную жилетку. Также, если вы будете вязать жилеточку побольше размерчик, то рекомендую вам расширить центральный узор. Он должен быть около 1,3 ширины переда. Вы можете увеличить с помощью добавления одного рапорта в ширину, то есть вязать не два рапорта, а три. Вот, либо же пустить два жгутика по обеим сторонам. Вот, тогда будет рисунок казаться более такой вот широкий. Что хочу сказать, жилеточка вяжется достаточно быстро, просто. Я вам буду подробно показывать, где что менять, как я делаю расчеты на данный размер. Исходя из этого, вы будете ориентироваться на, скажем, свой размерчик. Что хочу сказать по горловинке, то горловинку вы можете начать немножечко ниже, чем я это сделала. Тогда у вас вырез будет более глубже. Я хотела его максимально под горло. Вот, поэтому он у меня находится вот здесь вот на, скажем так, косточке. Если хотите, можете сделать ниже. Соответственно, количество рядочков до плеча вам нужно будет провязать больше до нужной, скажем, глубины проймы. Это тоже следует учесть. Вот, горловинку я буду вам показывать самую обыкновенную. Вы сможете связать ее на любой вкус. В ютубе очень много видео, как обрабатывать горловинку. Поэтому вы сможете обработать ее любым способом. Также следует обратить внимание на то, что боковые швы я делала лишь на половину длины жилетки. Я хотела, чтобы здесь был вот такой вот разрезик. Вот, поэтому я так и оставила не до шива. Вы можете сшивать до самого конца. Кому понравилась жилеточка, конечно же, лайкайте. И приступаем к вязанию. Для начала вязания нам нужно сделать очень простые расчеты. Для этого нам нужно знать самую широкую часть туловища. У меня это обхват груди. Обхват груди у меня составляет... Я достаточно худенькая. 80 где-то 1-80 там может быть сантиметров. Я намерила 81 на вдохе. Вот, то есть 81 сантиметр. Далее нам нужно знать плотность нашего вязания. Для этого берем, вяжем двойную жемчужную вязку. Это чередование лицевая и изнаночная по 2 ряда. И в третьем ряду смещение лицевая и изнаночная в шахматном порядке. Снова 2 ряда. Вот. Такой вот узорчик мы провяжем несколько рядочков в высоту. И посчитаем сколько же петелек у нас вместилось 10 сантиметров в ширину. Я никогда не считаю сколько рядочков у меня, потому что я по ходу вязания просто ориентируюсь по сантиметрам. У меня вместилось 18 петель в 10 сантиметрах. Соответственно, в 1 сантиметре у меня 1,8 петелек. Далее мы берем полуобхват груди. То есть 80 я делю напополам. Так как это вязаная вещь, я беру 80 все-таки. И делю пополам. У меня получается 40. Полуобхват груди 40. Я умножаю на количество петель в 1 сантиметре. 1,8 петель. И получаю число 72. Далее. Смотрите. Рапорт узора нашего составляет четное число петель. То есть кратное 2. 72, казалось бы, кратное 2. Все отлично подходит. Но нам нужно добавить еще кромочные петли, за которые мы будем сшивать нашу переднюю и спинку части. То есть получается уже 74. Но не спешите добавлять 74. Только лишь потому, что нам нужна еще петля симметрии. То есть для того, чтобы узор был завершенный, то нам нужно набрать кратное число плюс 1 петля симметрии. То есть нам нужно набрать по факту 72 плюс 2 кромочные плюс 1 петля симметрии. То есть 75. Если мы наберем сейчас 75 петель, то это уже получается не на обхват груди 81 сантиметр, а где-то 82-83. Чтобы мне не увеличить, а получилась приталенная более жилеточка, то я все-таки наберу 82 плюс 1 петля симметрии. Этого будет более чем достаточно. То есть для начала вязания мне нужно набрать для обхвата груди 80-81 сантиметр число петель 73. Смотрите, я сейчас вам расскажу, что у меня обхват груди, я вот так вот обозначу его здесь, 80 сантиметр. Далее, эти 80 сантиметров я рассчитала, что нужно набрать 73 петли. Соответственно, я пишу, что здесь у меня в начале 73 петли. Теперь я немножечко вам расскажу, как будет выглядеть мой, скажем так, фасон жилеточки в начале, и затем вы по ходу посмотрите, как он будет в итоге выглядеть. Для начала я начну с резиночки 1 на 1, соответственно, петли симметрии нам для резиночки также нужны, чтобы мы начинали, допустим, с лицевой и заканчивали ей. Точно так же здесь мы начинали бы, к примеру, с изнаночной для того, чтобы в зеркальном отображении было, и завершали изнаночной. По центру передней части у меня будет красивый узорчик ромбики. По боковым частям на три части делится моя жилеточка, передняя сторона. Это двойная жемчужная вязка и с одной стороны, и с другой стороны. По центру, еще раз повторюсь, ромб. Далее у меня будет круглый вырез, не слишком глубокий с передней стороны. Если вы хотите глубже, то, соответственно, вы начинаете делать убавления ниже, чем буду делать я. Точно так же и на спинке углубление горловинки должно быть также небольшое. Это для того, чтобы красиво и аккуратно прилегала резиночка обвязочного края горловинки и на передней стороне, и на спинке. Ну, то есть красивенько, аккуратненько лежала. Горловинку я буду также обрабатывать резиночкой 1х1, как и начинать буду вязание с нее. Далее, я провязав резиночку, буквально где-то около 7-8 см, можете побольше, я напишу вот 8 см я буду вязать. Провязав резиночку 8 см, я вам скажу по ходу вязания, сколько это рядочков, я перехожу на вязание основного узора. На двойную жемчужную вязку и на узор ромбы. Для узора ромбы нам нужно число петель, чтобы делилось на 8, то есть раппорт узора ромбы составляет 8 петель. Я буду использовать 2 раппорта, соответственно, это 8 петель плюс 8, 16, плюс нам понадобится 1 петля для того, чтобы симметрично лег узор, то есть получается 16 плюс 1, 17 петель и плюс по 2 изнаночные петли с каждой стороны я пущу для того, чтобы у меня был красиво отделен узорчик, то есть 17 плюс 2 петли с одной стороны изнаночной, 19 и плюс 2 петли, 21 петля. То есть центральный узор у меня занимает в 21 петельку. Следовательно, с одной и с другой стороны у нас должно остаться по четному количеству петель, равномерно распределенному. Может быть это будет нечетно, если у вас размерчик другой, или же, к примеру, вот у меня, если 73, я отниму 21, это получается 52 петельки. Соответственно, у меня получается по 26 петель с каждой стороны, возможно, у вас получится свое число. То есть даже не по 26, а 73, 50 и 2, да, по 26, правильно, я думала, я ошиблась. И получается, смотрите, по 26 петель мы распределили, теперь нам нужно определиться с высотой жилеточки между именно резиночкой и между тем, как мы начнем закрывать петельки для проймы. Я рассчитываю где-то порядка 30, можете, в принципе, для средней жилеточки 30 сантиметров, это вполне достаточно для небольшого размера. У меня размер XS, вот, соответственно, для XS размера это где-то сантиметров 30 вполне достаточно. Я хочу удлиненную, чтобы она у меня сшивалась не до конца, то есть резиночку я не буду сшивать с боковых сторон, то я буду где-то ориентировочно 35 сантиметров. Возможно, я по ходу вязания посмотрю и сварьирую свой, скажем, размерчик. Вот, далее 35 сантиметров плюс 8, это у меня 43 сантиметра получается для того, чтобы сделать до проймы. Далее, линия проймы у меня занимает порядка 17-18 сантиметров. Вот, здесь уже вы глубину проймы смотрите, насколько вы хотите глубокий рукавчик, то есть есть люди, которые любят, чтобы на уровне груди, есть люди, которые хотят более, скажем, спрятанный под ручку рукавчик, то есть здесь вы уже ориентируетесь сами. Я пишу 17-18, я потом по ходу буду смотреть, как мне понравится, скажем, в итоге. Я буду примерять к себе и смотреть. Теперь у меня должны остаться вот эти вот плечевые скосы где-то порядка 6,5-7 сантиметров. Вот эта длина расстояния плечика с одной стороны и с другой стороны на второй детальке спинки. Вот, и что касаемо высоты горловинки, то я хочу сделать не слишком, еще раз повторяюсь, глубокую горловинку, поэтому я буду делать ее порядка 7 сантиметров. То есть расстояние у меня глубины начала убавления петелек для горловинки и до закрытия петель для плечевых скосов, то есть здесь у меня 7 сантиметров. На спинке, соответственно, это будет где-то 3-4 сантиметра, не более вот это расстояние. Это для того, чтобы опять-таки красиво положить горловинку на спинку. Вот, в принципе, основные аспекты мы затронули. Вы потом по ходу вязания, я вам буду рассказывать, что и где мы будем делать. Пройму я буду закрывать очень простым способом. Это 1 раз по 3 петли с каждой стороны, 1 раз 2 петли с каждой стороны и 1 раз по 1 петле с каждой стороны. То есть всего по 6 петелек я закрою на линию проймы. И все, в принципе. Что касаемо горловинки, я буду закрывать, исходя из плотности вязания плечевых скосов. Вот, я планирую оставить где-то порядка 13-14 петелек на плечевые скосы. Поэтому, если у меня в итоге должно остаться, ну, допустим, 14 петелек, возможно, это будет немножечко другая цифра, то, следовательно, я должна отнять от своих 73 петелек сначала 6 петель с каждой стороны, то есть это 12. У меня останется 61 петля. 61 петля минус 14, это 33. Соответственно, у меня останется 33 петли на закрытие горловинки. Горловину я на спинке и на передней стороне буду закрывать абсолютно одинаково, только лишь с разницей в высоте. То есть здесь я буду, повторюсь, на 7 сантиметров закрывать, а здесь всего лишь буквально вот впритык, в самый-в самый. Вот. Эти 33 петельки я уже распределю по ходу вязания. Ориентировочно, как обычно, я закрою по самому низу. Если у меня здесь нечетное количество петель, то, соответственно, первую часть я закрываю нечетно, для того, чтобы в итоге выйти на четное. Это 11 петель. Далее я закрою один раз с одной стороны 5 петель и с другой стороны один раз 5 петель. И, следовательно, у меня там остается всего лишь по 6 петель, то есть 11 и 10, это 21 петля, а всего их 33. Вот. То получается 12 петель я распределю на 3, 2 и 1. И с этой стороны точно так же я распределю на 3 петли, закрою в лицевом ряду. Далее 2 петли и далее 1. Это все, конечно, соотносительно выглядит, но для того, чтобы получить вот этот красивый плавный переход, мне нужно закрывать постепенное количество равных петелек с каждой стороны. Я надеюсь, что вы следили за тем, как я расписывала и делала расчеты. Они у меня очень простые. Я думаю, что если вы посчитаете на свой размер, у вас все должно получиться в итоге. Если вам кажется, что 21 петля это слишком узкий, вот здесь вот, скажем, ширина узкая, полосочки центральной из ромбиков, можете взять, допустим, здесь 3 рапорта, тогда у вас получится не 21, а плюс 8. Соответственно, здесь 29 петель, которые вы потом распределяете на рапорт узора. Либо же оставить здесь 21 петлю для вот этого центрального узора и по краям от центрального узора сделать жгутики из 4 петелек с одной и с другой стороны и закручивать их в зеркальном отображении. То есть, с наклоном вправо и наклоном влево, с любой стороны, какой решите, в какую сторону. Это если вы вяжете на размер больше, чем М. Ну, то есть, тогда вам понадобится ширина здесь добавится, либо с помощью добавления одного рапорта из 8 петель, либо же 2 жгутика, это тоже 8 петель, то есть, с каждой стороны по 4. Здесь вы тоже, я думаю, что самостоятельно справитесь. Закрываем, вяжем резиночку, вяжем размер до проймы, закрываем пройму и затем закрываем горловинку и плечевые швы. Затем сшиваем плечевые швы, сшиваем боковые стороны и обрабатываем горловинку, резиночка 1х1. Я думаю, что здесь вы справитесь. Делаем расчеты для того, чтобы в дальнейшем было вам понятно и, скажем, не возникало вопросов по ходу вашего вязания. Если здесь какие-то будут изменения, я вам по ходу вязания скажу. Это пока все относительно, и я ориентировалась на свою плотность вязания. Если у вас здесь, допустим, не 33, а 30, ну, к примеру, 35, то можете закрыть 11, 5, 4, 2, 1. Либо же, к примеру, здесь закрыть не 11, а более пологий сделать, скажем так, горловинку, вот, и сделать, к примеру, здесь 13 петель закрытия. Либо же еще добавить 2 раза по одному, помимо вот этих вот одиночных единичек, которые я написала. Если же, еще раз повторюсь, если же останется у меня не 33 петли, а меньше больше, я вам потом скажу. Но пока все остается относительно вот этой схемки. Вязать я буду ниточкой в два сложения, поэтому буду комбинировать пряжу. Одна пряжа у меня полушерстяная с составом ангорочки. Вот такая вот пряжа, к сожалению, у меня нет с нее этикеточки, она давно у меня уже лежит. Здесь я знаю, что в 50 граммах 160, где-то 165 метров. Вторая пряжа, это у меня Yarn Art Jeans, это полухлопковая пряжа, синтетические волокна напополам с хлопком, 160 метров в 50 граммах. И, как вы видите, цвета я также буду сочетать серый с бирюзовым. Вы, по желанию, можете заменить пряжу абсолютно на любую, на ваш вкус. Мы делали расчеты с вами, исходя из плотности вязания, соответственно, здесь вы уже подбираете пряжу на свой вкус. Можете вязать ниточкой в одно сложение, то есть просто от моточка, но взять потолще. К примеру, можете заменить эти две пряжи на Lanu Gold классическую, 240 метров в 100 граммах. Это обычная турецкая пряжа, которую чаще всего я вяжу на своем канале. Вот, под данную пряжу в два сложения я буду использовать спицы номер 4 на коротеньком тросике. Я буду вязать от начала до конца номером 4. Хотите, по желанию, где мы будем вязать резиночку в начале и на горловинке, можете заменить на спицы меньшего размера. К примеру, на полразмера, либо размер, как вам удобнее. Я буду вязать, чтобы вас не путать, полностью все одним размером, как начну набор петелек, так и, скажем, буду заканчивать тоже таким же номером. Также нам понадобятся такие вспомогательные инструменты, как ножнички, крючок, либо иголочка, чем вам удобнее будет сшивать изделие. Если это крючок, то использовать не менее номера 3,5, где-то 4, как и спицы. Если же это иголочка, то она пусть будет у вас побольше и с большим ушком, для того, чтобы вам просто было удобнее пользоваться, скажем, иголочкой. И нам понадобится еще два маркера для того, чтобы отделить центральный узор на передней половинке. Отступаю я от края полторы окружности груди, если вы измеряли по окружности груди, и набираю самым обычным способом петельки. Начальные две петли я наберу на одну спицу, для того, чтобы не были растянутые крайние петельки, затем приставляю вторую и набираю еще 71 петельку, чтобы всего у меня было 73 петли, которые нужны для моего размера. Вы же набираете свое количество. Далее достаем одну свободную спицу, на которой нет начальных двух петелек, и начинаем вязать первый ряд, формируя резиночку один на один. Первую кромочную петельку я всегда буду снимать непровязанной. Далее, начиная со следующей петли, я захватываю вот этот хвостик, который у меня остался от наборочной косички, и рабочую нить, которая ведет к мотку. Я начинаю с нее, с этой ниточки двойной, уже теперь получается в 4 сложения вязать. Начиная с лицевой петли после кромочной, чередую изнаночная петля. Снова лицевая петля, изнаночная, лицевая, изнаночная. Провязав буквально 5-6 петелек, я подтягиваю вот этот хвостик хорошо от наборочной косички и бросаю его, оставляя, можно перед работой, можно за работой, как вам удобно. Я его просто оставляю, вязав несколько петелек вместе с рабочей ниточкой и хвостиком, для того, чтобы потом в дальнейшем мне просто эту ниточку отрезать и не пришлось прятать хвостик. Итак, продолжаем чередовать то лицевая петля, то изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть мы вяжем обычную резиночку 1х1, чередуя лицевая и изнаночная до самого конца первого ряда. В конце последней 2 петельки мы также довязываем лицевая и изнаночная петля. И благодаря тому, что мы набирали на одну спицу, у нас здесь не растянутая крайняя петелька. Поворачиваем на второй ряд и второй ряд повторяем мы как первый. Над лицевыми будем вязать лицевые петельки, а над изнаночными изнаночные. И так как у нас здесь поворотное вязание, то вот мы аккуратненько провязываем. Сначала снимаем первую кромочную петлю непровязанной и провязываем над изнаночной изнаночную петлю. Над лицевой за дальнюю стеночку лицевую, изнаночную за ближайшую стеночку над изнаночной, а лицевую за дальнюю. И вот таким вот образом я вяжу бабушкиными петлями, самыми обычными. Кто вяжет классическими, пожалуйста, вяжите. Самое главное нам связать сейчас резиночку, которая будет находиться у нас в нижней части кофточки. И смотрите, у нас резиночка должна получаться красивенькими косичками. Если у вас получается слишком, скажем, размыто, вот так вот некрасиво, то можете сменить спицы на размерчик поменьше, на полразмера или на размер, для того, чтобы красивыми, более ровными и такими вот аккуратными петлями шла ваша косичка. Я буду оставлять все точно так же, как и планировала спицами номер 4. Итак, продолжаем вязать резиночку один на один. Первую кромочную петлю мы снимаем непровязанной, последнюю мы провязываем всегда изнаночной, либо же всегда лицевой, определитесь, какой вы будете от начала до конца вязать, для того, чтобы по краям получились у нас аккуратные кромочные косички. Вот. И продолжаем вязать резиночку до нужной высоты. Я высоту планировала сделать среднюю, то есть не слишком широкую и не слишком узкую, где-то порядка 8 сантиметров. Вот сейчас я и буду поворотными рядами вязать резинку один на один, пока не достигну 8 сантиметров в высоту. Связала я резиночку, и у меня вместился 21 ряд. Теперь нам нужно остановиться именно на провязывании нечетного ряда в начале, для того, чтобы сейчас вязать, скажем, следующий ряд. Следующий ряд это ряд распределения петелек. Мы переходим с резиночки на основной узор. И обратите внимание, что находимся мы со стороны, там где у нас красивая вот такая наборочная косичка, а внутренняя сторона у нас будет состоять из таких вот зубчиков. И сейчас нам нужно отметить центральную 21 петельку. Я уже говорила, что можете взять шире узорчик, то есть, соответственно, вам нужно будет взять на 8 петелек больше. Это увеличит на один рапорт узора ромбики. Вот, я буду использовать 21 петельку, которую я отмечаю двумя маркерами. Первую петлю и 21 это центральные петли. Здесь у меня остается 26 петель, и здесь точно так же 26. Вот, я отметила маркерами центральную 21 петлю, и начинаю вязать, получается, 22 ряд, если кто вяжет именно как и я. Сейчас мы провязываем, переходим на двойную жемчужную вязку. Соответственно, в ней мы будем вязать, чередуя также лицевые и изнаночные, как и в резиночке 1х1, но в шахматном порядке. Первую кромочную снимаем, над изнаночной мы вяжем лицевую за ближайшую стеночку, а над лицевой мы провязываем изнаночную за дальнюю стеночку. Итак, вяжем, чередуя лицевая и изнаночная, но в шахматном порядке по соотношению к резиночке 1х1. Так я провяжу свои 26 петель до маркера. Провязала я первую часть, первую полочку переда, и теперь приступаю к 21 петельке. Вот она у меня первая отмеченная маркером. Сначала мы вяжем 2 изнаночные петли, и теперь приступаем к самому узорчику. Провязываем 2 вместе петельки за переднюю стеночку. Для этого я лицевую поворачиваю дальней стеночкой вперед, и теперь вместе с изнаночной, заводя вот так вот за передние полупетли, провязываю 2 вместе одной лицевой петлей. Далее делаю накид, то есть я просто накидываю рабочую нить на спицу. Далее провязываю 5 лицевых. Лицевая над лицевой раз, над изнаночной второй раз, над лицевой третий раз, над изнаночной четвертый раз, и пятая лицевая над лицевой. Далее делаю снова накид. Точно так же набрасываю рабочую нить на правую спицу. И провязываю 3 петли вместе. Я 3 петли вместе провязываю просто за дальнюю стеночку. Вот так вот, 3 вместе одной лицевой. Вот так. Далее делаю снова накид и провязываю 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее снова делаю накид, набрасывая рабочую ниточку на спицу, и провязываю 2 вместе одной лицевой. Для этого я поворачиваю лицевую снова дальней стеночкой вперед, перебрасываю изнаночную обратно, непровязанную, и провязываю 2 вместе петли за переднюю стеночку. Далее довязываю 2 изнаночные. Изнаночная над изнаночной раз, и над лицевой вторая изнаночная. И тем самым я закончила свою 21 петельку. Оставшиеся 26 петель это вторая полочка переда, поэтому мы провяжем ее точно так же, распределив в шахматном порядке, чередуя лицевая и изнаночная петля. Первая у нас идет изнаночная, поэтому над ней вяжем лицевую. Над лицевой вяжем изнаночную. И так чередуем до конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть аналогично первой части мы провязываем вторую часть после рисунка. Они у нас абсолютно одинаковые. Кромочную петлю в конце ряда мы провязываем изнаночной. Я ее провязываю всегда изнаночной, независимо от рисунка. Далее разворачиваю на изнаночный ряд. И с изнаночной стороны запомните, что все четные ряды мы будем провязывать по рисунку, который на нас смотрит. То есть смотрите, кромочную петлю мы снимаем. Далее у нас идет изнаночная. Над изнаночной мы так и провязываем изнаночную. Далее у нас идет лицевая, мы провязываем лицевую. Итак, чередуем изнаночная и лицевая до тех пор, пока не дойдем до нашего маркера с лицевой стороны. Можете, скажем, когда будете вязать первую часть, можете отсчитать точно так же, как у вас третья часть, это, к примеру, 26 петелек у меня. У вас, возможно, своя цифра, либо же просто ориентируйтесь на вот этот маркер, поставленный с лицевой стороны, отодвигая ваше изделие на лицевую сторону. Поворачиваем, вот, провязываем первую часть лицевая-изнаночная, далее мы доходим уже до маркера. И смотрите, что мы имеем. Смотрите, первая у нас петля маркера, идет лицевая, мы так и провязываем над ней лицевую. Следующая петля также лицевая, провязываем лицевую. Запомните, что первая-вторая петля у нас с изнаночной стороны это лицевые, и двадцатая-двадцать первая также будут у нас лицевые. С лицевой стороны это две изнаночные. Далее у нас идет уже непосредственно сам узорчик центральный. Изнаночная мы провязываем над изнаночной. Накид мы всегда провязываем изнаночной, чтобы у нас получалась вот такая дырочка. То есть не перекрещивайте петлю, у нас должна получаться здесь дырочка. Далее изнаночная, 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 изнаночная и так далее. Дошли до накида, накид провязываем также изнаночной. И снова здесь изнаночная, накид провязываем изнаночной. Изнаночная, изнаночная, изнаночная. То есть все время у нас изнаночные с изнаночной стороны. рисуночек у нас лицевой и изнаночной гладью с изнаночной стороны это изнаночная гладь лицевой лицевая соответственно у нас здесь просто идут изнаночные а накиды мы провязываем обычными также изнаночными не скрещенными петлями и получается дырочки далее мы дошли до 20 21 петельки они у нас две лицевые то есть если вы повернете сейчас на лицевую сторону вот он у нас маркер а значит это конец центрального узора далее у нас идет смотрите изнаночная лицевая изнаночная лицевая так и провязываем по рисунку изнаночная над изнаночной лицевая над лицевой запомните что все четные ряды 2 4 6 8 10 и так далее на протяжении вязания данного узора основного как на полочках с обеих сторон так и центрального будет провязываться по рисунку накида провязываем с изнаночной стороны изнаночными петлями больше четные ряды я вам рассказывать не буду и показывать я думаю что здесь абсолютно ничего сложного нет вы просто смотрите как у вас ложатся петельки так и провязываете их далее третий ряд мы сделаем смещение как в основном узоре двойной жемчужной вязки так и будем продолжать вязать центральный узор и так кромочную снимаем петельку далее у нас идут лицевые петли мы над ними провязываем изнаночную петлю за дальнюю стеночку изнаночная петелька далее над изнаночной мы провязываем лицевую и так чередуем изнаночная лицевая провязывая над лицевой изнаночную а над изнаночной лицевую до центрального маркера до первой петельки нашего узора. Первая-вторая петля центрального узора это 2 изнаночные петельки. Далее приступаем к самому узорчику. Провязываем 2 лицевые петли за дальние стеночки над лицевым и накидом. Далее делаем накид рабочей петлей, накидываем просто на спицу и провязываем следующие 2 петли вместе одной лицевой за дальнюю стеночку. Вот так. То есть как бы делаем убавление за дальнюю стеночку. Провязываем 1 лицевую и затем нам нужно провязать 2 вместе за передние стеночки. Если мы сейчас провяжем, то у нас получатся перекрещенные петельки. Поэтому снова делаем перемещение дальних стеночек вперед, первой лицевой и второй лицевой не провязывая. Просто смещаем их как бы дальними стеночками вперед и теперь провязываем за 2 полупетли ближайшие теперь уже вместе одной лицевой петлей. И у нас получилось убавление с наклоном в правую сторону, а перед лицевой мы делали с вами убавление с наклоном в левую сторону. Далее делаем снова накид и провязываем 3 лицевые петли. 1, 2 и 3. Далее делаем снова накид и провязываем 2 вместе за дальнюю стеночку одной лицевой. Вот так вот захватываем за дальние стеночки и делаем убавление с наклоном в левую сторону. Провязали с наклоном в левую сторону, теперь снова вяжем одну лицевую и делаем убавление с наклоном в правую сторону. Для этого поворачиваем дальними стеночками вперед, вот такое вот перемещение непровязанных петелек и провязываем 2 вместе теперь уже за ближайшие полупетельки, за передние как бы стеночки. Далее делаем накид, провязываем 2 лицевые петли и у нас уже конец узора, поэтому довязываем 2 изнаночные. Вот мы провязали 21 центральную петелечку основного узора и далее у нас должно быть смещение на двойной жемчужной вязке. Над лицевыми мы провязываем изнаночные петли, над изнаночными лицевые, тем самым у нас получается жемчужная вязка двойная, делается смещение по 2 ряда провязывается в шахматном порядке лицевая и изнаночная, чередуя. И сейчас, когда вы провяжете 4 ряд, это получается четный изнаночный ряд, то рапорт узора двойная жемчужная вязка закончится, то есть всегда будет в шахматном порядке провязываться по 2 ряда, чередуя лицевая и изнаночная петелька. Кто не знает, как вяжется двойная жемчужная вязка, можете посмотреть отдельное видео в ютубе, там очень подробно это показывается. Здесь же вы довяжете изнаночный ряд, все, жемчужная вязка у вас закончилась, а мы приступаем к пятому ряду основного центрального узорчика. Пятый же ряд двойной жемчужной вязки, которая у нас находится по обеим сторонам центрального узорчика, у нас повторяется с первого ряда. Кромочную снимаем, далее над изнаночной провязываем лицевую, над лицевой провязываем изнаночную, то есть как мы вязали с вами первый ряд. Я думаю, что здесь ничего сложного нет, поэтому в дальнейшем я просто буду заострять внимание на центральном узорчике, вот, а здесь вы просто делаете в каждом, получается, лицевом ряду смещения, а каждый изнаночный ряд провязываете по рисунку. И вот такой у нас будет красивенький, аккуратненький узорчик, из которого будет состоять две полочки переда, вот, и с трех, как бы, центральная полочка у нас будет центральная часть переда, у нас будет этот красивый узор ромбы, вот, и для того, чтобы было, как бы, немножечко симметрично и красиво, мы сделаем такой же двойной жемчужной вязкой и спинку, просто без центрального вот этого узора. Мы дошли до центрального узора пятый ряд, провязывается следующим образом, две изнаночные петли в начале, там, где у нас начинается первая, вторая петля, отмеченная маркером, и далее провязываем две лицевые петельки. Далее еще одна лицевая петля и делаем накид. Накид я делаю снова точно так же, накидывая просто рабочую петлю на спицу, рабочую ниточку делаю петлей, и далее провязать нам нужно три петли вместе. Я просто завожу за дальние стеночки всех трех петелек, которые последующие у меня с левой спицы, захватываю рабочую нить и протаскиваю лицевую сквозь все три петли на левой спице, которая у нас находится до петли накида, вот до вот этой дырочки. Существует очень много способов провязывания три петли вместе, но я выбрала самый простой способ, это за дальнюю стеночку я буду провязывать три петли вместе. Можете провязать две первые петли, затем перекинуть третью петельку, я этого делать не буду. Я выбираю самый простой способ, который и рекомендую выбрать вам. Далее делаем накид после три петли вместе лицевой и провязываем 4 петельки лицевой. 1, 2, 3, 4. Далее довязываем еще одну лицевую петлю и делаем после нее накид. Далее снова повторяем три вместе петли одной лицевой. Заводя за дальние стеночки я провязываю вместе все три петельки одной лицевой. После трех петелек вместе делаю накид и провязываю три лицевые петли. До конца узора у нас остается две изнаночные петельки петли симметрии с другой стороны центрального узора. Вот и у нас получается уже видны ромбики. Мы связали как бы один получается неполный раппорт, уже вы видите что у нас закончились два полу ромбика и начались, если быть точнее, то два полу ромбика с двух сторон и один ромб начинается уже по центру. Я думаю, что здесь вам хорошо видно. Вторую часть получается уже третью полочку как бы по счету, первая, вторая, третья полочка переда. Мы довязываем просто распределяя петельки как в первом ряду узора. Лицевые мы провязываем над изнаночными, а над лицевыми провязываем изнаночные. То есть снова ряд со смещением. И запомните, что в каждом лицевом ряду мы делаем ряд со смещением. Над лицевыми вяжем изнаночные, а над изнаночными петлями вяжем лицевые. Четный ряд по рисунку. В седьмом ряду двойной жемчужной вязки мы снова сделали смещение, как делали в третьем ряду. И теперь переходим на центральный узорчик. Две изнаночные петли мы так и вяжем над двумя изнаночными петельками. И далее начинаем вязать основной узорчик уже без вспомогательных петелек. Итак, одна лицевая петля. Далее нам нужно следующие две петельки провязать за передние полупетельки вместе одной лицевой. Для того, чтобы не были перекрученные петли, мы поворачиваем дальними стеночками вперед. И теперь уже за ближайшие полупетельки провязываем вместе одной лицевой петлей, то есть убавление с наклоном в правую сторону. Далее делаем накид и провязываем следующие три петельки лицевыми. Один, два, три. Далее снова делаем накид и провязываем следующие две петельки вместе одной лицевой за дальние полупетли. То есть мы провязали с вами убавление с наклоном в левую сторону. Теперь нам нужно провязать одну лицевую петлю и снова сделать убавление с наклоном в правую сторону, как делали в начале узора, поэтому поворачиваем дальние петельки вперед и провязываем теперь уже за передние полупетли 2 вместе одной лицевой петлей. Далее делаем накид и провязываем следующие 3 петли лицевые. 1, 2, 3. Далее снова делаем накид и провязываем 2 петли вместе за дальнюю стеночку. Вот так. То есть убавление делаем с наклоном в левую сторону. До конца узора у нас остается 1 лицевая и вспомогательные 2 изнаночные петельки, которые мы провязываем в начале и в конце центрального узора, которые нам отделяют в принципе вот эти ромбики от двойной жемчужной вязки. То есть мне кажется, что так красиво и хорошо выделяется. Можно было бы конечно здесь вязать 1 изнаночную, то есть как бы она шла вот из резиночки 1 на 1 начальной нашей. Так можно было и пустить одну, но мне кажется, что в принципе вот этот узор будет красиво, если отделять все-таки двумя изнаночными петельками. Если вам хочется больше вот этой двойной жемчужной вязки, можете здесь оставить всего по одной изнаночной петельки с каждой стороны узора. Сейчас мы провязываем 8 ряд. Это у нас, как вы помните, изнаночный ряд вяжется по рисунку. И это конец рапорта узора в высоту. То есть 8 рядочков в высоту это рапорт узора центрального и 8 петелек в ширину. Также рапорт, скажем, по горизонтали. Вот сейчас мы с вами довязываем 8 ряд и получается мы с вами провязали 2 полных рапорта двойной жемчужной вязки, которая у нас находится на первой части полочки и на третьей части. Вот. И центральный узорчик. Вот он, первый рапорт наш готов. Сейчас я думаю, что насчет двойной жемчужной вязки у вас не должно остаться вопросов. Вы просто продолжаете с первого по четвертый ряд чередовать всего лишь вот эти ряды со смещением. Самое главное, запомните, что в каждом лицевом ряду вы провязываете ряд со смещением над лицевыми. Изнаночные, над изнаночными лицевые в шахматном порядке. Каждый изнаночный ряд просто по рисунку. Здесь я вам сейчас помогу начать следующий ряд для того, чтобы вы не запутались. То есть сейчас 9 ряд мы будем провязывать как первый вот этого центрального узора. 9 ряд центрального узорчика это начинается как всегда с двух изнаночных петелек. Вяжем как первый ряд. Соответственно, начинаем с двух петель вместе провязываем с наклоном в правую сторону. Поворачиваем дальние стеночки вперед и делаем убавление, провязывая 2 вместе одной лицевой за ближайшие полупетельки. Сделали убавление, далее делаем накид. Провязываем следующие 5 петель, условно говоря, от дырочки до дырочки лицевыми петлями. 1, 2, 3, 4, 5. Далее снова делаем накид и провязываем следующие 3 петли вместе одной лицевой за дальние стеночки. То есть завершаем макушку, делаем ромба. Провязали макушечку 3 петли вместе лицевой и далее делаем накид. Снова 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее делаем накид и 2 петельки нам нужно провязать как бы убавление за дальние стеночки для того, чтобы получился у нас полуромбик также как бы завершенный. Далее довязываем 2 изнаночные петли и все наш, скажем, условно говоря, первый ряд второго рапорта завершен. Здесь мы вначале вязали, я вам говорила, за передние стеночки 2 вместе, 1 лицевой, вначале, когда вязали первый ряд. Вот здесь я как бы делала распределение, неважно было, как мы здесь именно убавим. Вот, но в дальнейшем вот я хочу сейчас сказать, что лучше, чтобы у нас один полуромбик смотрел в правую сторону, второй полуромбик заканчивался в левую сторону. Вот, вот здесь это важно. Здесь как бы еще ничего не было видно и ничего, скажем, непонятно, но всегда запомните, чтобы у вас красиво, скажем так, смотрелись вот эти петельки. Вот, чтобы убавления шли ромбика с наклоном в левую сторону и с наклоном в правую сторону, с наклоном в левую, в правую, в левую, в правую. Вот, и макушки у вас всегда будут смотреть в одну сторону, потому что здесь 3 петли вместе за, скажем, дальние стеночки. Хотите, можете центральный делать за переднее, тогда у вас поворотик будет в эту сторону. Ну, здесь уже, скажем, вы делаете на ваше усмотрение. Вот, далее второй ряд, это четный ряд по рисунку. Третий ряд мы провяжем, снова, как бы, сделаем наше убавление. У нас уже вместо 5 петелек здесь будет 3 петли. Вот, и просто делаем убавление с наклоном в левую, в правую сторону. Вот, и так у нас получается, как бы мы постепенно завершаем одни ромбики, начинаем следующие. Завершаем одни, начинаем следующие. 11 ряд центрального узора вяжем как третий, соответственно, начинаем с 2 изнаночных петель, далее 2 лицевые петли и делаем накид. 2 вместе нам нужно провязать с наклоном в левую сторону, соответственно, провязываем 2 вместе лицевой за дальнюю полупетельки, за дальние. Далее провязываем 1 центральную лицевую и наклон нам нужно сделать в правую сторону убавления, поэтому мы поворачиваем дальние стеночки вперед и провязываем теперь уже за ближайшие полупетельки вместе 1 лицевой. Сделали наклон влево, центральная лицевая, вправо наклон, далее делаем накид и провязываем следующие 3 петли лицевыми. Далее снова делаем 1 накид и делаем следующее убавление с наклоном в левую сторону за дальние полупетельки вместе 2 петли 1 лицевой, центральная петля лицевая и далее наклон в правую сторону. Нам нужно повернуть петельки дальними стеночками вперед и провязываем за передние полупетельки теперь уже вместе 1 лицевой петлей. Далее после 3 лицевых мы провязываем накид делаем и 2 вот эти петельки мы довязываем просто как 2 лицевые, вот так. И теперь уже петли симметрии 2 изнаночные и мы закончили наш 11 ряд как 3, далее мы провяжем 13 ряд как 5, 15 ряд как 7, все четные ряды по рисунку. Я думаю, что здесь ничего сложного нету, мы просто завершаем вот эти ромбики до конца убавлять, вот и начинается у нас снова вот такой центральный ромбик. Вот он, то есть мы завершаем 1 ромб, у нас начинается следующий, здесь завершаем 1 ромб, начинается следующий. Так мы вяжем до проймы, пока у нас не наберется нужная высота до проймочки. Я буду делать максимально длинную, которую я хотела, для того, чтобы у меня были здесь вот не сшитые, скажем, до конца прорези, то есть я буду сшивать без резиночки. Вот, если вы хотите, чтобы у вас полностью было сшито до конца, то делайте нужную высоту до проймы, которая вам нужна, скажем, глубина жилетки. Вот, и далее я вам покажу, как закрыть проймочки, как сделать горловинку красивенько, и мы приступим уже непосредственно к спинке. Пока продолжаем все вязать точно так же. Связала я высоту от резиночки до проймы, и у меня вместилось 23 рапорта двойной жемчужной вязки, то есть 23 раза по 4 ряда со смещением. И я остановилась на половинке рапорта вот этого центрального узора. Сейчас я начинаю закрытие петель для проймы. Я вам уже показывала на схемке, скажем, как это будет выглядеть, но сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть на практике. Сейчас у меня идет ряд со смещением, то есть начало рапорта, поэтому кромочную снимаем. Следующая над изнаночной у нас должна идти лицевая петля. Мы так и провязываем лицевую над изнаночной и перекидываем кромочную на эту провязанную лицевую петлю. Далее, следующая у нас идет лицевая, должна быть изнаночная, поэтому провязываем изнаночную и переодеваем на нее предыдущую петлю. Так мы закрыли две петельки. Сейчас над изнаночной провязываем лицевую и на нее перекидываем предыдущую петлю. Мы закрыли три петли от начала ряда. И сейчас до самого конца ряда мы провязываем по рисунку со смещением двойной жемчужной вязкой. Там, где у нас на первой части двойная жемчужная вязка. Далее, узор я продолжаю уже вязать, получается, пятый ряд центральный. И третья часть это двойная жемчужная вязка со смещением. То есть, просто по рисунку, который мы вязали на протяжении всей высоты. Провязав сейчас до конца ряда, я вам покажу, как мы закроем три петельки на другой стороне. Довязав до конца ряда вместе с кромочной петлей, поворачиваем на изнаночный ряд. С изнаночного ряда, как вы помните, все петельки вяжутся по рисунку. Над изнаночными, изнаночными, над лицевыми, лицевые. Поэтому кромочную петлю снимаем. Следующая у нас идет изнаночная. Я провязываю изнаночную по рисунку над изнаночной. И перекидываю вот эту кромочную петлю, снятую, не провязанную, на эту изнаночную. Далее, лицевая петля над лицевой. И перекидываем предыдущую петлю на провязанную лицевую. Далее, изнаночная, и на нее перекидываем предыдущую. Три раза провязали по петельке и перекинули предыдущую кромочную, скажем, изначально, и затем предыдущую петлю на каждую провязанную. Так у нас получилось закрытые три петельки с изнаночной стороны. Далее все петельки с изнаночной стороны мы, как всегда, вяжем по рисунку. И провяжем этот ряд до тех пор, пока не останется всего одна петля в конце ряда. То есть ее мы не будем провязывать сейчас как кромочную петлю, а просто вот довязываем по рисунку до нее, и я вам покажу, как мы закроем еще петельки с той стороны. Довязываем в конце ряда предпоследнюю петельку, а последнюю петлю, смотрите, мы перед работой оставляем ниточку рабочую и перекидываем непровязанную вот эту крайнюю кромочную петельку на правую рабочую спицу. Далее поворачиваем на лицевой ряд и сейчас, как мы сейчас в начале ряда закроем. Посмотрите, у нас непровязанная кромочная петля, мы ее снимаем вместе со следующей изнаночной петлей. Вот так вот получается у нас кромочная петля и провязанная последняя с той стороны петелька. Мы на нее переодеваем вот эту петлю, снятую, далее, следующая у нас идет лицевая, мы над ней провязываем изнаночную, то есть с лицевой стороны ряд со смещением, и на нее, на эту изнаночную, перекидываем предыдущую петлю. Так мы, получается, закрыли одну петельку с помощью перекидывания предыдущей петельки. И сейчас, провязав изнаночную петлю, мы перекинули на нее предыдущую, получилось, что закрыли вторую петельку. То есть всего у нас получается в том лицевом ряду мы закрыли три петли, сейчас в лицевом ряду в начале мы закрыли еще две петельки. И благодаря тому, что мы оставили непровязанную последнюю петлю, получился красивый такой вот плавный переходик. Посмотрите, нету перепада, никаких дырочек, вот, и дальше мы продолжаем вязать ряд со смещением на двойной жемчужной вязке. Далее, по рисунку мы провязываем вот эти петельки, центральный узор наш, до тех пор, пока не дойдем до последней петельки. В лицевом ряду последнюю петлю также не провязывайте, мы ее перекинем для того, чтобы закрыть в изнаночном ряду тоже красивый плавный переход для проймы. Довязываем две петельки до кромочной со смещением. Кромочную петлю мы не провязывая, перекидываем вот так вот на рабочую правую спицу. Обратите внимание, что ниточку оставила я за работой. То есть переодела, как бы получается, после лицевой кромочную петлю так, чтобы ниточка оказалась между этими двумя петлями. Далее, поворачивая на изнаночную сторону и кромочную петлю, непровязанную петельку, вместе со следующей, последней провязанной петлей с того ряда, я переснимаю на правую спицу и перекидывая вот эту непровязанную петлю на провязанную. Так я закрыла одну петлю. Далее, так как это у нас изнаночный ряд, мы вяжем по рисунку. Следовательно, следующая у нас петля лицевая и перекидываем на нее предыдущую петельку. И снова получилось, что мы закрыли с изнаночной стороны в начале 3 петли, в этом ряду 2 петельки. И теперь продолжаем вязать по рисунку до конца этого ряда, уже теперь включая кромочную петлю. То есть в этом ряду мы провяжем абсолютно все петельки до конца ряда. И затем приступим к лицевому ряду. Мы провязали 4 ряда проймы, закрыли в первом и третьем ряду лицевом вот так вот петельки. И теперь мы сейчас переходим на красивую обвязку рукавчика, для того, чтобы в дальнейшем вам пройму не пришлось обвязывать. Для этого кромочную петлю снимаем. Следующую петельку над лицевой мы так и провязываем лицевую. И следующую вот эту изнаночную петельку вместе с лицевой мы должны провязать вместе одной лицевой. Для этого я поворачиваю сейчас изнаночную дальней стеночкой вперед и вместе с этой лицевой провяжу за дальнюю стеночку 2 петли одной лицевой. Получается, что я сейчас провязала кромочную петлю, сняла они провязаны, затем провязала лицевую. И следующую петельку, получается, третью и четвертую петлю ряда провязала вместе одной лицевой. То есть мы закрыли одну петлю, обратите внимание, с помощью убавления, и перешли на две лицевые после кромочной петли. Так эти две лицевые будут тянуться после кромочной на протяжении вывязывания всей проймы в высоту. Вот, то есть, чтобы у нас не обязанный был рукавчик. Далее у нас ряд со смещением лицевой, поэтому над изнаночной я вяжу лицевую, над лицевой изнаночную. И так продолжаю вязать первую часть передней полочки, центральную часть по рисунку уже, который у нас там заложен. И у меня это начало следующего уже рапорта центрального узора. Вот, и третью часть переда точно так же продолжаю вязать со смещением по чередованию двойной жемчужной вязки. Думаю, что здесь вы справитесь. Вот, но нам нужно довязать этот ряд не до конца. То есть, не довязывая кромочную петлю и перед ней три петельки. То есть, до последних четырех петель мы вяжем петельки по рисунку, которые нам нужно сейчас провязывать по узору. Четвертую, третью петельку в конце ряда нам также нужно провязать с убавлением лицевой петлей, но с наклоном в правую сторону. То есть, здесь мы делали провязывание убавления с наклоном в левую сторону. Сейчас в конце ряда нам нужно сделать с наклоном в правую сторону. Для этого я поворачиваю лицевую дальней стеночкой вперед, завожу за изнаночную петлю и за передние полупетли провязываю вместе одной лицевой петлей. То есть, получается у меня изнаночная провязанная над лицевой. Далее, провязали лицевой вместе лицевую-изнаночную петлю, довязываем лицевую над лицевой и кромочная петля у меня, как всегда, изнаночная. Это я оставляю без изменения. Когда повернете на изнаночный ряд, он у нас вяжется, еще раз напоминаю, по рисунку, то здесь по рисунку у нас будут петля кромочная, снимаем не провязанной. И далее идут 2 изнаночные петельки. И всегда запомните, что здесь будут после кромочной и перед кромочной всегда идти с изнаночной стороны 2 изнаночные, так как мы здесь перешли на лицевые петельки с лицевой стороны. Это у нас в начале ряда и в конце ряда, то есть, когда дойдете до конца изнаночного ряда, последние 3 петельки это у нас 2 изнаночные петли и кромочная петля, ну, у меня также изнаночная. То есть, обязательно запомните, что здесь у нас 2 изнаночные и кромочная. Точно так же и здесь 2 изнаночные и кромочная. С лицевой стороны это 2 лицевые и кромочная. Итак, довязываем изнаночный ряд до конца. Провязали 6 рядов проймы. В первом ряду лицевом мы закрыли 3 петельки, во втором лицевом ряду закрыли 2 петельки. И в третьем лицевом ряду мы с вами закрыли 1 петлю, то есть, провязывая здесь вместе, вот в этом моменте, 2 петельки. Сейчас мы перешли на 2 лицевые после кромочной и перед кромочной в конце, так это и будет тянуться. Вот этой проймы мне достаточно, такая же точно проймочка у меня будет и на спинке. Обязательно, если кто не запомнил, как делается вот эта пройма, можете перемотать, посмотреть, можете когда провязывать спинку, посмотреть. Будем закрывать точно так же и на передней части, и на спинке. Если вам этой проймы мало, вот этих 6 петель с каждой стороны закрытия, то есть, получается, 6 петель на спинке уйдет, вырез где-то будет вот такой вот иметь, и 6 петель на переде, то мы, ну, я предлагаю вам делать убавление как раз-таки после вот этого провязанного 3 ряда убавления, то есть, там, где мы провязывали 2 вместе 1 лицевой, перейдя на лицевые петельки. Так вы можете в каждом лицевом ряду закрывать по 1 петельке, провязывая вместе с 3 петлей ряда 4, то есть, до нужной глубины. Можете еще закрыть пару раз так, можете не закрывать, но у меня размер как бы маленький, поэтому я не буду закрывать больше, чем 6 петель для проймы. Если вы хотите, можете закрыть 8, 10 и так далее, то есть, закрываете в каждом лицевом ряду по 1 петельке с каждой стороны, вместе провязывая 3 и 4 петлю. Точно так же и здесь в конце ряда вы можете провязывать вот эту предпоследнюю, не трогаете, кромочную не трогаете, а вот эти 2 петельки, 3 и 4 с конца, также можете провязывать вместе 1 лицевой. Но обратите внимание, чтобы у вас убавление смотрели в центр, то есть, если здесь вы делаете убавление с наклоном в левую сторону, то это с наклоном в правую сторону. Вспомните, как мы здесь делаем наклоны, вот, то есть, поворачиваете петельки обязательно, чтобы сделать наклон в левую сторону, вам нужно провязывать за дальние полупетли, а чтобы сделать наклон в правую сторону, то нужно за передние полупетли провязывать вот эти 2 петельки. вот обязательно учтите это сейчас мы пока провязываем ровным полотном именно вот наши уже проймы готовы и центр и две части переда первую третью мы так и продолжаем вязать по рисуночку двойной жемчужной вязкой центральный узорчик до тех пор пока не подойдем к моменту вывязывания убавлений для горловины и до встречи с вами во второй части где мы продолжим вязать жилетку